МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страшная находка. Сотрудники торгово-развлекательного комплекса СЛОН обнаружили в вентиляции тело человека. Молодые бизнесмены, участники программы «Открой дело» защитили проекты. Город будет красивее. Подрядчик начал ремонт посадов на проспекте автозаводцев. Здравствуйте! В эфире время новостей МИАС. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Ирина Горностаева. Послонялся. Сегодня утром сотрудниками крупного МИАСского торгово-развлекательного комплекса было обнаружено тело мужчины. Личность неизвестного устанавливается. Утро сотрудников охраны ТРК началось с выполнения привычных обязанностей. При осмотре территории в одном из отсеков вентиляционной шахты был обнаружен неизвестный мужчина. Он не подавал признаков жизни. Охранники вызвали спасателей. Рядом с ТРК СЛОН в технологическом кармане, за вентиляционной системой обнаружено тело неизвестного мужчины. Необходимо было его оттуда извлечь. Там небольшая вентиляционная система, со всех сторон огроженная сетка рабица, сверху профнастил, мужчина каким-то образом попал за нее. Мы поднялись наверх по лестнице, спустили веревку, обвязали мужчину, подняли его и передали сотрудникам полиции. На данный момент проводится проверка. Устанавливается личность погибшего мужчины. Предположительно, он не имел постоянного места жительства. По словам сотрудников ТРК, они неоднократно видели этого мужчину на территории. По неофициальным данным, он проживал на улице за комплексом. В МИАСе третий день ищут утонувшего. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные проверки. Дно озера Тургаяк прочесывают водолазы из Челябинска. Напомним, 26 июля в момент празднования Дня военно-морского флота на озере Тургаяк произошла трагедия. 12 человек вместе с судоводителем отправились в плавание на водном транспорте. По предварительным данным известно, что один из пассажиров прыгнул в воду. Из-за резкого толчка судно перевернулось. Все 12 человек, находящиеся на нем, в том числе маленький ребенок, оказались в воде. Сейчас идет следствие. Прокурором в связи с этим была организована проверка исполнения законодательства безопасности плавания. В ходе общенадзорной проверки установлено, что судовладельцам и капитанам данного судна, судоводителям, были нарушены правила пассажировместимости. Пассажиры также пренебрегли правилами безопасности. Не надели на себя спасательные жилеты, которые находились на судне. На данный момент в отношении судовладельца проходит доследственная проверка. Возможно, ему будет испрана мера пресечения. Тело утонувшего мужчины также пока не найдено. Молодые и успешные. В МИАСе завершился проект «Открой дело». В течение месяца участники учились оставлять бизнес-планы, прорабатывали свои бизнес-идеи. И вот стали известны имена победителей. В скором времени молодые предприниматели отправятся защищать свои проекты в Челябинск. Добрый день, уважаемый жюри. Сегодня я хочу представить свой проект. Меня, кстати, зовут Вольга Сольба. Я хочу представить свой проект «Установка и прокат фотокобилок». Ольга Вольвич защищала свой проект первой в очереди. Ее фотобудка была оценена по достоинству. В скором времени она вместе с четырьмя другими финалистами проекта «Открой дело» поедет в Челябинск. Там она представит свою бизнес-идею членам экспертной комиссии. Но вне зависимости от победы в проекте, каждый участник получает поддержку и бесценный опыт. Проект «Открой дело» позволил мне разработать новую идею, такую, как поставка укомплектованных кейсов свадебных организаторов, сумок невесты и корзин заботы. Проект «Открой дело» позволил мне мыслить в цири и действовать очень уверенно. По словам организаторов проекта, миасские выпускники всегда показывают высокие результаты. Почти 100% прошедших обучения по программе «Открой дело» стали предпринимателями. «Открой дело» реализуется не только в МИАСе. Вообще в июне месяце у нас было шесть муниципальных образований в Челябинской области. Но МИАС – это один из таких сильных городов, где программа реализуется самое длительное время. Еще, мне кажется, 8 лет уже программе и проект «Открой дело» и «Беды в МИАСе». И от них мы всегда ждем самого такого высокого показателя. Ольга Вольвач рассказала о нашей съемочной группе, почему она выбрала такой необычный проект. Ведь, по ее словам, новизна идеи является большим плюсом, но также и минусом. Мой проект – это установка и прокат фотокабины. То есть у нас в городе еще такого сервиса практически нет. Можно сказать, что вообще нет. То есть единственная фотокабина, которую привозят, это из города Челябинск. Фотокабина, она может делать как развлекательные фото, так и фото на документы. Развлекательные – это можно с бутафорией делать, вывозить на любое мероприятие. Можно брендировать фотографии, брендировать саму фотокабину. То есть она еще работает как реклама. МИАСский координатор проекта Анна Селиванова поделилась с нашей съемочной группой впечатлениями от очередных выпускников «Открой дело». По словам Анны, практика показывает, что участники приходят на проект с готовыми идеями, но некоторые из них претерпевают изменения в процессе. Проекты у всех уникальные, интересные. По большому счету, таких проектов давненько у нас не было. То есть каждый из них, каждый участник у нас хорошо подготовлен, то есть уже ориентируется в свои идеи, и это очень здорово. То есть, надеюсь, после этого выпуска мы выпустим новых молодых предпринимателей, которые будут развивать экономику нашего города. Особой жюри оценила проект Ольги Вольвич. Также защищать свои бизнес-идеи в Челябинск поедет Наталья Кизериди и ее проект-кейсы для свадебных организаторов, Екатерина Мерзлякова и ее «Экодом». Нина Дудорова представит Челябинской комиссии в водно-оздоровительный центр для детей от одного месяца. А Анастасия Редозубова-Горская расскажет о своей идее агентства современных интернет-решений «Легко». За фасады стыдно не будет. Подрядчик приступает к ремонту крыш и фасадов на проспекте автозаводцев. Глава администрации поручил следить за качеством выполнения работ, чтобы не пришлось судиться и заставлять переделывать, как это было с недобросовестным подрядчиком, некачественно отремонтировавшим дорогу на Романенко. На этой неделе подрядчик из Челябинска приступает к ремонту фасадов на проспекте автозаводцев. Он же занимается ремонтом кровли. Глава администрации Мясского городского округа Станислав Третьяков отметил, что подрядчик городу еще не знаком, поэтому контроль будет жестким. Давайте пошагово контролировать качество проведения работы, чтобы потом не переделывать и не судиться с ними. Давайте еженедельный доклад о том, как что проводится, и план, график работ пусть он нам тоже предоставит, чтобы мы понимали, когда у нас все будет готово. В эту пятницу глава совершит обход проспекта автозаводцев и лично посмотрит, как проходит ремонт фасадов. Награды нашли героев. За проведение традиционного веломарафона «Чистые воды-2015» организаторы и спонсоры получили благодарность от администрации города. Марфон с каждым годом становится все популярнее, а желающих принять в нем участие, пусть даже вне зачета, все больше. Напомним, 19 июля в Мияском округе прошел веломарафон «Чистые воды-2015». Для участия в гонке съехались велосипедисты со всей страны. Больше всего было спортсменов и любителей из Уральского федерального округа. Все хотели проехать вокруг Тургайка и полюбоваться его красотами. Идея была еще с 2014 года. Велосообщество «Миаски Байквери» объединились инициативные люди и решили создать, продолжить традицию веломарафона «Чистые воды», который был в 2013 году. Провели в 2014 году, всем понравилось, участников было очень много. И решили это продвигать, ежегодно делать, каждый год. Для начинающих самым главным было просто добраться до финиша, а для бывалых спортсменов целью была победа. Каждый получил от соревнований то, что хотел. Один спортсмен даже пробежал 8 километров. То есть из 30-22 он проехал на велосипеде и 8 пешком. То есть прибежал на финиш с велосипедом на плече. Но был доволен, и впечатление у него потрясающее. Он смог со стороны посмотреть, как его соратники кувыркаются в грязи. Ну и, в общем-то, свои прелести ощутил. Всего в марафоне приняли участие 150 человек. Организовать столь масштабный пробег было непросто. Ведь проведение всех мероприятий согласовывается с различными структурами. К тому же надо найти спонсорскую поддержку. Заместитель главы администрации по социальным вопросам Геннадий Васьков поблагодарил и организаторов, и спонсоров за то, что они поддерживают людей, ведущих здоровый образ жизни. Организаторы уверены, что веломарафон чистой воды станет действительно традиционной масштабной гонкой, в которой будут принимать участие и российские, и зарубежные спортсмены. Это все новости на сегодня. Наши сюжеты доступны на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте. О событиях в городе и округе мы рассказываем вам ежедневно в 7.00, 19.00 и в 22 часа. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова